Осветляют кожу, улучшают цвет лица, придают такое сияние. Витамины С, если я не ошибаюсь, гораздо больше в какой-нибудь зелени, петрушки или брокколи. Какие мы витамины получаем с пищи, какие имеет смысл, например, носить на кожу, что они будут делать. Совсем лишать себя булок не стоит. Всем добрый день. Меня зовут Егорова Ирина Викторовна. Я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист компании Гильтех по профессиональной косметике. В сегодняшнем видео я хотела поговорить о витаминах. Первый, наверное, витамин, который такой самый, наверное, распространенный, ну, два самых распространенных, это витамин Е и витамин С. Начнем с витамина Е. Это жирорастворимый витамин, альфа-токоферол он еще называется чаще всего. Ну, вообще ряд токоферолов, он относится как раз к понятию витамина Е. Он достаточно хорошо представлен в наших продуктах питания. Перорально мы его можем получить легко, если мы употребляем, например, яйца, печень, если мы едим мясо, говядину, если мы какие-то молочные, кисломолочные продукты употребляем, если мы едим орехи, злаки, если мы едим, например, какие-то салаты, заправляя их растительным маслом, то, в принципе, недостатка витамина Е у нас быть не должно. Что делает витамин Е, когда вы видите его в составе, например, какого-нибудь крема? Он выполняет, как правило, две функции, и обе они антиоксидантные. Только с одной стороны, витамин Е защищает нашу кожу от реакции перекисного окисления липидов и, как следствие, фотостарения. А с другой стороны, он работает как антиоксидант, защищая формулу самого крема, например, эмульсии от окисления. То есть, фактически, не дает ему испортиться раньше времени. Поэтому витамин Е, он достаточно в небольшой концентрации, достаточен в каких-то кремовых текстурах. То есть, как правило, витамин Е находится где-то ближе к концу списка по инке. Это хорошо, когда он присутствует в составе, например, каких-то жиросодержащих средств, потому что он будет защищать не только кожу, но и само средство от окисления. Следующий витамин – это витамин С. С витамином С очень много связано всяких мифов, обсуждений, насколько он полезен, насколько он усваивается. Надо сказать, что форм его достаточно много, усваиваются они примерно одинаково. Есть какие-то новомодные сейчас формы, а-ля там РСРС или липосомальная форма витамина С, которую вы можете встретить как в косметике, так же и, например, в биоактивных добавках. Но, согласно исследованиям, может быть, чуть лучше липосомальная форма усваивается. РСРС усваивается так же, как и остальные. Мы, если употребляем достаточное количество овощей, кстати, витамина С, если я не ошибаюсь, гораздо больше в какой-нибудь зелени, петрушке или брокколи, чем, например, в лимоне. Вот, если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Вот, так же перец, например, болгарский, ну, очень много овощей и фруктов содержит достаточное количество витамина С и, в общем, мы его с пищей получаем. Что касается косметики, самое главное это то, что витамин С может быть в стабильной форме и нестабильной. Нестабильная форма – это кислая форма или аскорбик асид, которая достаточно быстро окисляется на воздухе, которую нежелательно, например, применять в средствах утром, ее, как правило, на ночь назначает. Она используется для того, чтобы оказала свой эффект в более высокой концентрации, больше 10%. Ее нежелательно, например, без СПФ применять. Она работает фактически как легкий пилинг. Есть масса стабильных форм, таких как аскорбилглюкозид, тот же эстерсид, тот же аскорбилпальметат, тем более сейчас есть липосомальные, трансдермальные формы доставки, да, то есть в липосомах есть витамин С. Есть, например, всем известные содиум, аскорбилфосфат и магнус фосфат. То есть эти формы стабильные, они не требуют нанесения вечером, например, их можно носить утром. Они не окисляются на солнце, то есть их можно спокойно использовать и летом, и даже в дневное время. И все они работают как мощные антиоксиданты, немножечко осветляют кожу, улучшают цвет лица, придают такое сияние, поэтому витамин С, конечно, хорошо использовать. У нас есть сыворотка Сиэнерджи, например, с квинтэссенцией всех антиоксидантов, в том числе и с 5% витамина С в стабильной форме, так что можно всегда попробовать. Но там помимо него есть еще и другие антиоксиданты. Следующий витамин – это витамин А. Тут тоже как и при приеме внутрь, так и, собственно, при нанесении на кожу тоже много есть всяких непоняток, которые путают людей зачастую. Вот, ну, надо сказать, что, например, в овощах чаще всего у нас встречается провитамин, то есть каротин, каротиноиды, ну, самая известная морковка, конечно же, но также тыква, также, например, те же самые брокколи, авокадо, батат, если кто экзотику любит. Соответственно, ретинол в чистом виде, да, если мы хотим получить внутрь, он в основном только в животной пище находится. То есть это нам нужно есть яйца, нам нужно есть молочные продукты, возможно, рыбный жир, жирную рыбу, да, говядину. Ну, то есть, например, у вегетарианцев или веганов у них зачастую дефицит витамина А возникает, как раз если они не добавляют его искусственно. Вот, что касается применения на коже ретинола, там тоже существует много форм, и чем ближе эта форма к ретиновой кислоте, к ретиноину, тем она активнее, тем она агрессивнее. Собственно, на коже есть у нас рецепторы к ретинолу, которые сваляют, ну, можно сказать, почувствовать наличие ретинола, и сам ретинол будет отвечать за обновление кожи, за роговение, то есть за кератинизацию и за выработку кожного сала. Поэтому все ретиноиды активные в косметике, например, они обладают себе регулирующим свойством и способствуют, стимулируют обновление эпидермиса, ну, тем самым омолаживая кожу. Вот, таким образом, если у нас в составе какие-нибудь эфиры ретинола, там, полиметат, ацетат, то это, как правило, просто вспомогательный компонент, который чаще всего находится в конце состава и выполняет антиоксидантную функцию, при том больше даже защищает, как я уже говорила про витамин Е, сам крем, чем кожу человека, которого он не сам наносит. Соответственно, если там уже активные формы, то есть ретинол чистый, да, или липосомальный, или ретиналь, ретинальдвигид, ну, в косметику мы третиноин не можем положить, да, но в лекарственных средствах, медикаментозных, они могут встречаться в виде третиноина, да, или, например, это может быть средство для лечения акне, синтетические ретиноиды, такие, как адапалин и пизоротен. Вот эти формы, они уже обладают и более глубоким проникновением, и большей агрессией, и используются либо как профилактика и терапия антивозрастных средствах, да, то есть фотостарение, хроностарение, также используются для противоспалительной терапии. Еще я бы хотела сапсенсировать внимание на двух витаминах, можно сказать, да, может быть, назвать витаминами, это биотин и неоцин, то есть биотин, который еще называют часто витамином В7, он на самом деле синтезируется сам в нашем организме, да, в кишечнике, если нет никакой патологии кишечника, нету, например, какой-то агрессивной антибиотикотерапии, когда может нарушен быть его синтет, да, или, допустим, какие-то другие нарушения всасывания, синдром малябсорбции и так далее, то биотин у нас синтезируется нормально, да, то есть мы редко, когда испытываем дефицит. Но вот биотин, он как раз обладает достаточно серьезным влиянием на состояние кожи и волос, поэтому если его дефицит, да, или какие-то проблемы с кишечником, да, то это может страдать и кожа, и волосы. Соответственно, с пищей мы его получаем, как правило, все-таки это должны быть там яйца, это должны быть какие-то дрожжи, цельнозерновые, ну, то есть хлеба, булочные и зелены, например, то есть там содержится биотин, поэтому совсем лишать себя булок не стоит. Соответственно, в косметике биотин тоже может присутствовать, часто его можно встретить в средствах для, например, чувствительной кожи, для атопичной кожи, а также средствах для волос. Он тоже работает как топический препарат, ну, то есть как компонент топических препаратов и, в принципе, очень неплохой. Ниацин же – это тоже витамин, который называют витамин ВП или витамин В3, и он существует либо в форме чистого ниацина чаще всего, да, в косметике, ну, вот в еде тоже мы получаем, например, поедая ржаный хлеб, там, свеклу или там какие-то еще продукты, да, которые содержат фасоль, мясо, грибы. Мы получаем его в виде ниацина, да, то есть никотинной кислоты. А, например, в косметике лучше его использовать, например, для чувствительной кожи в форме никотинамида, который не будет вызывать такое резкое расширение сосудов, которое нужно, например, когда средство именно с сосудами должно поработать, тогда используется, например, ниацин. А ниацинамид, он, или никотинамид его еще называют, он более мягко воздействует на сосуды, то есть в безопасном для них режиме, плюс еще обладает кучей всяких свойств, таких как себорегуляция, улучшение микроциркуляции, снять отечности, легкий осветляющий эффект. То есть, в принципе, если вы видите в составе крема ниацинамид, то, в общем-то, это очень хороший ингредиент, особенно если он в достаточно большой рабочей концентрации, потому что он работает в концентрациях более 1%, то есть если там, допустим, 5% ниацинамида или 3% ниацинамида, это уже явно рабочая концентрация, если его там 0,1%, то он, скорее всего, добавлен с маркетинговыми целями. Это все, что я хотела сказать, так поверхностно и кратко о самых известных витаминах. Есть, конечно, еще минералы, цинк, магний, например, железо, которые мы тоже определяем по анализам, например, дефициты. В принципе, цинк, он тоже встречается и в косметике, особенно когда эта косметика обладает противоспалительным или себорегулирующим эффектом. Но хочу в заключение сказать одно. Если мы хотим, например, принимать какие-то биодобавки, восполнять какой-то дефицит, нам необходимо при помощи лабораторных исследований все-таки убедиться в наличии этих дефицитов, потому что передозировка, например, витамина D или витамина А, она может сказаться гораздо более негативно, чем какой-то небольшой даже дефицит этих витаминов. Жду ваших комментариев под видео. Пообщаемся с удовольствием на тему биодобавок, витаминов косметики. Поделитесь своим опытом, мы очень благодарны. Комментарии продвигают наше видео. Ставьте лайки, дизлайки, если видео вам было полезно. Будем очень рады, если вы подпишетесь на наш канал. И всего вам доброго!